всем привет друзья сегодня мы изучим с вами крутые панофинты с помощью которых вы легко сможете прокинуть мяч между ног своему сопернику вы знаете что в рамках этой рубрики мы всегда разбираем два финта простой и сложный но из-за того что на канале давненько не было выпусков с финтами я решил добавить третий бонусный прием среднего уровня сложности где его искать расскажу в конце ролика поэтому обязательно досмотрите до конца ну если вы хотите чтобы ролики выходили чаще то обязательно ставьте лайки именно от этого зависит регулярность выпуска заранее спасибо и вперед ну а кто же будет выступать примером освоения сегодняшних финтов если да не сейчас находится очень далеко не переживайте даже в турции я смог найти парнишку который на изи справится с поставленной задачей знакомьтесь ибрагим это я ну я ибрагим мне 13 лет футбольным фрисеалом занимаюсь полтора года ну давай посмотрим на твой уровень может показать из фестайла могу ой 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 ребят это очень сильно 13 лет всего пишите в комментариях оставляйте отзывы у вас оценивайте уровень я думаю ибрагим будет приятно и еще друзья перед тем как мы начнем я хочу поделиться с вами своим новым проектом который готовил больше года просто зацените тизер как вы могли догадаться это мой мерч и скажу сразу что это не просто какая-то дефолтная футболка это настоящая спортивная клубная джерси с нашивками вышивками принтами и вообще в целом моим авторским дизайном обязательно зайдите на сайт который к слову я тоже делал сам там все подробно и наглядно описано как заказать какая стоимость и так далее бонусом мы все красиво упаковываем кладем карточки с посланием и конечно же я лайкаю и комментирую всех тех кто выкладывает контент в моем мерче и отмечает меня а чтобы не пропустить новые модели и новые расцветки подписывайтесь на мой инстаграм и мой телеграм все ссылки будут в описании к этому ролику короче ибрагим вообще все супер круто но мне кажется чего-то не хватает как думаешь я все понял о другое дело вообще красота согласен ну и я тоже приморфетил ся теперь можно начинать 1 по на кинг на сегодня относятся к категории легких приемов он очень популярен среди уличных футболистов и панеров но я уверен что он также хорошо подойдет и для классического футбола смотрим данный финт довольно легкий но даже у меня с ним возникли некие сложности поначалу сейчас все объясню исходное положение свободная стойка мяч находится перед нами первым шагом подошвой нашей рабочей ноги откатывая мяч далеко вперед со смещением в сторону важно сделать очень широкий шаг даже прыжок вторым этапом приземляемся на рабочую ногу так чтобы мяч остановился об внутреннюю часть стопы третьим шагом необходимо ударить по мячу второй ногой так чтобы он полетел точно между ног сопернику тут важно отметить пару моментов первое время казалось бы простой финт получался у меня нестабильно дело оказалось в том что мяч у меня отлетал от рабочей ноги хотя должен останавливаться так в заключительном этапе будет гораздо проще попасть по мячу и отправить его в цель казалось бы очевидно но когда я делал этот финт я этого не замечал и смог понять только когда посмотрел со стороны на себя ну а чтобы соперник раскрылся направляйте мяч в ту точку куда хотите чтобы оппонент потянул свою ногу и чем ближе к сопернику вы отправите мяч тем лучше ну что проверим как наш сегодняшний подопытный справится с этими элементами и брагим давай финт номер один пробуй о чем я уже говорил ошибка заключается в том что после первого касания вторым касанием мяч отлетает сильно далеко здесь сложно попасть по мячу нужно сделать так чтобы мяч не отлетал от опорной ноги а оставался возле нее вот примерно вот так вот и здесь ты уже не промахнешься давай еще раз закрепим вот вот работает ну и по традиции разберем финт высокого уровня сложности прием довольно насыщенный и извилистый применить его в игре возможно получится только у солидных фристайлеров но потренировать финт предлагаю каждому кто смотрит это видео так как в него вшит очень классный граунд элемент который вы спокойно можете использовать в своих граунд мувс комбинации да и к тому же это положительно скажется на развитии ваших координационных способностей погнали изучать исходное положение классическая стойка мяч находится перед нами немного сбоку первым шагом подошвой рабочей ноги откатываем мяч себе за спину и возвращаем ногу в исходное положение вторым этапом заносим нашу слабую ногу сзади так чтобы наши ноги перекрестились положение будет похоже на удар рабоны только по мячу бить не нужно нам необходимо пропустить его себе между ног дальше нам нужно развернуться на 180 градусов и это самое веселое потому что многие при освоении этого приема часто путают стороны в общем чтобы не запутаться то просто ногу которая осталась спереди переносите себе за спину и там же после разворота этой же ногой останавливая мяч наступив на него по идее все элементарно по сути получилось красивое граунд движение которое вы можете зациклить или использовать в своих граунд мувс комбинации но в данном случае мы нацелены красиво прокинуть пану поэтому в завершении откатываем мяч под себя и подошвой слабой ноги отправляем мяч между ног сопернику ибрагим твой выход не торопись головные сначала аккуратно делаем а потом уже добавляем скорость бы очень сложно понять вот важно откат вот этот откат 1 его на сделать медленным чтобы не промахнулся по мячу точно в первом финте да а ты делаешь его вот так вот конечно сложно попасть 1 кат слабы вторым уже смело бей между ног вот 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 ну видишь блин как у меня получается объяснять я сам удивлен извиняюсь ибрагима стоит тоже похвалить вообще красава очень быстро все освоил финты респект спасибо за тренировку ну а обучение друзья на 3 бонусный финт ищите в моем telegram канале ссылочка будет в описании ибрагим завершай спасибо за просмотр ставьте лайки пишите в комментариях понравился ли вам выпуск покупайте мерч поддерживаю и подписывайтесь всем пока пока ребят